Где искать карасиков на озере по переболётку? Ответ на часто задаваемый вопрос. В этом видео я поделюсь с вами весьма очень полезной информацией, где на вашем озере искать карасиков и ловить. На нашем городском озере все карасики с приходом зимы, когда появляется лёд, уходят в выл. Я ловил тех карасиков, которые находятся на Красном озере, за деревней Пеганово. Кто из устьевских, в принципе, это место знают? Красное озеро или Красный остров? И в этом видео я поделюсь с вами весьма очень нужной и полезной информацией, где вы сможете на своём озере найти карасиков. На лёд всегда выходим при помощи, опять же, пешени и выходим в тех местах, где минимальное количество травы, либо полное её отсутствие, потому что там, где есть трава, лёд слабый и можно легко, в принципе-то, провалиться и нахлупать. Купаться зимой не резон. Ну ладно. Вышли вы на лёд, и сейчас самое главное, идём вдоль берега, туда, где есть трава и камыш. То есть, высокая трава, которая мёрзла в лёд. Или же камыш. В доль берега можно идти безпоязненно, в принципе, но всё равно пешени нужно слегка простулькивать, хотя на озёрах все ключи находятся на середине, либо ближе к середине озера. То есть, вдоль берегов, в отличие от рек и заливов, затонов, ключей на озёрах нет. Они находятся ближе к середине, туда. Поэтому вдоль берега, в принципе, это можно идти безбоязненно, но есть один такого рода недостаточек. Очень... Если видите такое белое пятнышко, это воздушный пузырь, советую не вступать, потому что там два слоя вот такого льда, между ними воздух. Ворона клювом с одного удара пробивает. Вас не выдержит. Поэтому эти места, эти круги белые, обходим и ищем вмершую большую траву или же камыш. И потому что это то, что нам нужно. И от большой травы, которая вмершла в лёд, или же от камыша на расстоянии 30-40 или максимум 50 сантиметров. Но находимся так, чтобы вы видели траву. То есть она была у вас перед лицом. Знаете почему? Потому что здесь огромное количество рыбаков запускает одну очень весьма распространённую ошибку, когда камыш или трава находятся либо справа, либо сливать. Они думают, ой, сейчас я поближе, ещё поближе, поближе, поближе к этой травочке сделаю луночку. И как раз забывают об одном, что там, сдвигая в сторону травы либо камыша на озере, они наступают на край льда. И он под ними обламывается. Да, потому что там, где есть большая трава и там, где есть камыш, в этом месте лёд очень хрупкий. И он как бы так ломается. И в итоге приходится хлюпать. Но опять же зависит от глубины. Если глубина небольшая, то он полный сапоги воды. Если большая, то весьма можно, друзья, нахлюпать. Самое главное, чтобы камыш или большая трава всегда была перед вами. Знаете почему? В том плане, что даже приближаясь к ней, вы не наступите на эту кромку льда. Вы будете сами находиться на более твёрдом льду. Даже если вы сделаете луку, допустим, впереди себе, сантиметр, что-то, 30-40 от камыша или от большой травы, сами-то вы будете находиться на более твёрдом льду. Вы на кромку льда этого самого не наступите. Это очень, друзья, важно. Всегда будьте на озере, когда подошли к траве либо камышу, так, чтобы камыш был перед вами не слева и ни в коем случае не справа, чтобы случайно на эту кромочку не наступить. И она по траве там обломится. И всё. Нахлюпайте. Ну вот. На небольшом расстоянии, так сказать, делаем лыжки. А что касается насадочек, используем тесто. Обычное тесто с корвалолом либо с валерьянкой. Это, в принципе, хорошая насадочка, на которую зимой карасики ловятся все. Я на Красном острове и на Красном озере тогда ловил этих. Обловил даже браконьеров. Ух. Они на три сетки, на три, поймали шесть карасиков. И я на зимнюю удочку поймал одиннадцать. Ух. Прикольно было. На три сетки они поймали. А мне всё-таки повезло больше. Они потом меня опять же обозвали браконьером. Говорит, у него, говорит, мормышки браконьерские и всё остальное браконьерское. Говорит, что браконьерское-то? Говорит, куда не закинешь, везде ещё кулеозы. Не везде. И не всегда. Ну вот. Когда вы, друзья, вышли на озеро, всегда найдите там место, где лёд, вмерз либо камыш, либо большая трава. Да. На мелководье, там вот здесь бывает такое мелководье, там нету никого нигде. Никогда. Я пробовал там тоже на, озере запиганало. Там было такое мелководье, никого я там не нашёл. Никто там почему, просто что-то мне не клевал. Хотя там лишнюю луну понадел, кто издеревил, ну, ни одной поклёвки вообще не убедил. А вот там, где есть большая трава, которая умерзла, в лёд, не знаю, как правильно назвать, а сока или как её там, или же камыш. Там камыша было вообще немного. в основном взялся такая большая здоровая трава. Вот. Потому что за травой и за камышом берег трава такой резкий. И вот сюда как раз зимой, когда уже лёд встал, первый лёд, как говорится, карасики приходят со мной. Барконеры потом поделились этой информацией, потому что они вот, где сетки ставили вдоль травы, до этого ещё, ещё до меня, сети были полны карасём. Там, где они ставили сетки ближе к мелководью, вообще никаких карасиков нет. Но на той рыбалке, когда я ловил на одном мотере, а не на другом, я их обловил. Не хотели им карасики на сетку попадаться. Ну, я когда на озере это тоже очень-очень давно было. И потом, уже ловя опять же запеганого на озёрах, я всегда подходил либо к траве, близком, большой траве, либо к частичкам сухого камыша, который такие, знаете, как палки стоят, такие, пум-пум. Вот. Потому что там берег такой весьма крутой, то есть скос, и глубина такая идёт, достаточно прилично в принципе. На трёх озёрах, там три озера было, вот, глубина колебалась от тридцати сантиметров до метра. Там, где вот был этот самый камыш или большая, допустим, трава, а там, где уже был берег по луке, там глубина вообще была такая. И там никому, никто не клевал. Я там перепробовал целую кучу насадок, начинаю с мотыля, парышем, червяком, тестом, перловкой, даже манкой. Но, карасики выбрали тесто с корвалом и с валерьянкой. Ну, так, на тесто с валерьянкой и с корвалом они и летом, в принципе, это хорошо клевут. А когда я сунулся за карасем на наше городское озеро, мне браконьеры открыли секрет. Димон, приходи летом. Я говорю, а что летом-то? Весь карась здесь у нас на городском озере ушёл в выл. Клевать он тебе не будет. Я не поверил. Я этого озера у земляного нашего моста лунок, наверное, штук 100 сделал. Вообще, прошёл по всему. Даже потом уже лёд, когда встал вот такой уже, то есть на середине он меня уже, в принципе, задержал, там тоже ключи есть, но всё-таки спешнёй туда подошёл. Даже на середине я там ни когошеньки не поймал. Потом смотрю опять пролок с Никитином иду. Димон, ты что там делаешь? Я говорю, карася ловлю. Он говорит, поглёбку-то хоть видел? Я говорю, неа, приходи летом с удочкой. Но летом карасики у нас там такие очень бойко клюют, а вот зимой не клюют, потому что на нашем городском озере очень мало ключей, и когда лёд встаёт, они, карасики, уходят в выл, прячутся. Вот. А на том, как говорится, озере Дезапеганово, там, где ещё и река такая Шардинга, там карасики клюют, потому что там ключей побольше. Я правда там посередине чуть тоже не усморкнул. Иду, решил озеро перерезать по прямой. Потом смотрю, Никитина на лёд. Ты куда? Я говорю, чё куда? На тот берег. Он говорит, вдоль берега обойди. Не ходи посередине, через середину, проваливайся. Я не поверил. И он пришёл, бах, с удара проскочило. Вот. Такой лёд. Хотя у берега был уже вот такой. Вот. Поэтому я потом это всё дело надолго запомнил, что посередине, как говорится, озёр лучше не шасты. Иначе можно выкупаться. И на многих озёрах на середине глубины не по сапогу. Гораздо больше. В несколько раз бывает больше человеческого роста. Купаться придётся по полной программе. Лучше так не делать. Поэтому, друзья, когда вы оказались на озере, на вашем озере, идите в ту местность, где мёртвая трава большая, вот эта сока, либо камышики. И половите карасиков. Ну, размеры карасики согласно вашего, друзья, водоёма. Если есть такие, будут такие клевать. Если есть вот такие, как у нас на городском, хоть на городском и не клевать, будут клевать, конечно же. Такие карасики. Вот такая зухая информация. На этом я с вами, друзья, прощаюсь. До встречи в новых видео. Всем удачи и всем пока.